что такое окружность? окружность это? окружность это все точки, лежащие на одинаковом состоянии от центра что такое на одинаковом состоянии? на определенном направлении взять на одинаковую цель точку и измерить от центра везде одинаковая Отлично. Итак, кто все шумурирует, ну так, чтобы он совсем по-русски? Окружность – это? Да? Сроковых точек, лежащих на одно расстояние от центра. Что такое одно? Она одинаковая. Ребята, это потрясающая штука. Это пример педагогической ошибки, которая произошла много лет назад. Окружность – это множество точек, равноудаленных от данной точки. Это крайне странное, на самом деле, определение, потому что… Сфера тоже подходит. А? Сфера тоже подходит. Например, сфера подходит, но это было одно. Давайте договоримся, что мы сейчас плоскостью занимаемся. Тут не в сфере дело, а дело в том, что… Что такое равноудаленных? То есть, понимаете, вы даете таким образом определение, которое нельзя проверить для одной точки. Вот у вас есть центр, непонятно, что для окружности центр нужен. У вас есть центр. Как узнать, вот данная точка лежит на окружности или нет? Получается, что нужно проверять все другие точки. Концепция солидарной ответственности, да? Понимаете, да? Это как-то странно там. Для начала, чем по сути создает окружность? Контур круга. Ну, контур в смысле границы. Окружность – это граница круга. Ну, особенно будет классно, если вы после этого скажете, что круг – это все точки, лежащие внутри окружности. Так? А если нет точек? Что? А если нет точек? Не, ну не бывает, что не было. Но нельзя давать определение одного объекта через другой, а того через этот. Ребята, еще раз. Окружность задается центром и радиусом. Так? Так. Как понятно сказать, когда точка лежит в окружности? Когда точка лежит на окружности? Тогда расстояние от нее до центра равно радиусу. Множество таких точек M, что OM равняется L. OM – это центр, L – это радиус. Ну, естественно, имеется в виду, что R – это какое-то положительное число, а O – это любая точка на окружности. Если по-русски формулировать, вот не такой формулы, а просто обычными русскими словами, окружность – это множество точек, удаленных от данной точки, называемой центром, на данное расстояние, которое называют радиус. Это понятно. В каком году было придумано слово «множество»? Вот здесь вот стоят условные скопки. Они означают «множество». То есть множество точек, расположенных от данной точки на данном расстоянии. Кто придумал слово «множество»? Когда примерно это было? До нашей эры. До нашей эры – это замечательно. Разброс до нашей эры вчера, он такой совершенно замечательный. Показывает, что ни у кого нет никакого представления. На самом деле. Ребята, это слово, вернее, не слово, а вообще все эти представления, были придуманы Георгом Кантем. Это немецкий математик. Это середина, конец, это 19 века. Он понял, что в математике большое количество ситуаций приводит к необходимости разобраться с каким-нибудь набором чего-нибудь. Точек, функций, чего угодно, свойств каких-нибудь. Что просто очень часто приходится применять слово «множество». По-английски «множество» – это «сет». Что, между прочим, очень приятно для математиков, потому что слово «множество» приходится говорить очень-очень. Ну, слово «множество» – это Георг Кантель. Ну, или нет, нет, он придумал целую теорию множеств. Он понял, что имеет смысл думать о бесконечных множествах. Оказывается, у них там есть разные свойства и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, скажите, пожалуйста, а когда в школьном учебнике стали говорить множество? И как говорили до этого? Правильно. Примерно 100 лет потребовалось, чтобы это слово из математики перешло в школьный учебник. В течение очень многих лет, до 1970 какого-то года. Дело в том, что в начале 70-х годов была так называемая «Колмаковская реформа», когда в школьные учебники допустили производные, интегралы, ну и заодно вот это слово «множество» туда пустили. Соответственно, примерно 100 лет потребовалось, чтобы из науки это слово дошло до школьного нашего учебника. А до этого говорили – геометрическое место. Это странное отражение, но с другой стороны представьте себе, что у вас нет отдельного слова, слово «множество» еще не из определения, а как вы будете говорить? Ну, так и говорили. Говорили о геометрическом месте. Понятно, почему замечательная вот эта идея Кантора про множество. Потому что геометрическое место – это, разумеется, обязательно множество точек, да? А представьте себе, что вам нужно сказать не про точки, а про пары точек. Или, там, я не знаю, точка с хвостиком, или еще что-нибудь такое, да? Тогда не скажешь, что геометрическое место. По сути, надо то же самое, какой-то набор чего-то. Но уже слова нет. Знаете, наверное, в русском языке слово «множество» имеет огромное количество синонимов. Давайте подумаем. «Коллектив», «Стая», «Банда», «Шайка», «Класс», «Оркестр», если в музыке, да? Кто там еще поэт? Да? Группа. «Рой пчел», «Косяк», «Рыб», «Стадо», «Табун лошадей». В общем, если подумать, еще десяток слов можно разных придумать. Что, между прочим, совершенно странно, потому что во всех случаях речь-то идет об одном и том же. И никакой необходимости запоминать именно слово «Табун» на самом деле нет. Потому что множество лошадей звучит ничуть не лучше, не хуже. Особенно если это слово превратится в трехбуквенное, да, вот как в английском, всего лишь трехбуквенное. Отлично. Ну, это определение окружности. А теперь вопрос. Знаете кто-то из присутствующих второе определение окружности?